40 миллионов рублей. А за что все-таки перечислили? В основном-то? По судебным? Значительную долю составляют ДТП. Потом по ДМС исполнительные листы выделялись земельные участки. Потом не давалось разрешение на строительство. Это один был исполнитель на значительную сумму. И вынуждены были возместить расходы по приобретению этого земельного участка. Также много, но там суммы незначительные. Исполнительные листы по ГУК Краснодар, по нежилые помещения, содержание нежилых помещений. Договора еще не до конца проанализированы и заключены не все договора. Здесь надо поработать и дальше. Я на этом акцентировал внимание. Именно по работе с управляющей компанией ГУК Краснодара. Я все-таки считаю, что те подвальные помещения, которые находятся в ведении муниципалитета, где только инженерные коммуникации и так далее, мы там не размещаем никаких служб, абсолютно ничего. Это стопроцентное общее имущество жильцов квартирного дома. И платить за содержание этого имущества, наверное, это наша в части наших служб недоработка. Это имущество надо отдавать, я уже говорил, нужно передавать либо управляющей компанией самой, либо жильцам. То есть мы ничего не делаем с этими помещениями, а по факту, если мы являемся собственниками, безусловно, по жилищному законодательству, мы наравне с жителями этого дома, с жильцами многоквартирных жилых домов несем время содержания. То есть по квадратуре нас, соответственно, выставляют такие же счета и так далее. Поэтому здесь необходимо продолжать эту претензионную работу, активную, в судебном порядке и так далее. Не считаю это правильным абсолютно, что у нас оно находится на балансе, тем более, что, опять же, никакого целевого назначения для муниципалитета вообще не несет. Евгений Алексеевич, ранее данное было вами это поручение. Часть работы мы уже провели, несколько помещений было передано жильцам многоквартирных домов. Работа ведется, я думаю, что в течение года мы ее полностью заплатим. Надо завершать. Это достаточно серьезные денежные средства, которые нас, соответственно, взыскивает управляющая компания.